Валерий Морозов 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 Организатором масштабного мероприятия В рамках года семьи Выступила команда Регионального ресурсного центра Навигаторов детства Карачаева Черкесии На разговорах о важном Должны присутствовать не только дети Но и их родители У нас в планах сейчас Записать разговоры о важном На радио, чтобы Утром наши родители уже Какую тему сегодня Будут обсуждать на разговорах о важном Наверное, самая большая Ценность этого проекта в том Что дети учатся говорить Высказывать свои мысли Выстраивать логические цепочки говорить о причинно-следственных связях. Семинар для педагогов проводится регулярно, как всероссийского масштаба, так и регионального. Один из них совсем недавно прошёл в Центре знаний Машук. Он объединил порядка 150 педагогов из 87 регионов России, наши учителя в их числе. Они познакомились с инновационными подходами в преподавании, способами вовлечения учащихся в общественно-активную деятельность. Мы собрали очень много разных методик со всех регионов. Мы делились опытом, и в связи с этим у каждого свой багаж, который он унёс. То, чего мы никогда не делали и не применяли у себя в регионе. Например, из Калининградской области мы переняли опыт приглашения на мероприятия родителей, потому что как раз-таки именно родители являются связующим звеном между преподавателем и ребёнком. На региональном семинаре «Говорим о важном» рассказали о наиболее значимых задачах, стоящих в данном периоде обучения. Познакомились с основными направлениями государственной политики в сфере воспитания. Обсудили необходимость изучения алгоритмов по привлечению к реализации программы внеурочной деятельности участников образовательных отношений. А также спроектировали взаимодействие советника-директора по воспитанию с участниками образовательных отношений. Разговоры о важном. Само определение говорит само за себя. Мы говорим о важном. О важном – это значит о том, как любить Родину. О важном – что такое патриотизм. О важном – какая у нас замечательная Россия и насколько у нас много прекрасных людей, достойных того, чтобы о них говорили. Еще Людмила Барлакова отметила, что как разговоры о важном справляются с предназначенной им ролью, всецело зависит от учителя. Формальное отношение к разговорам о важном лишает возможности ребенка получить очень важную информацию. Я обращаюсь к своим коллегам. Дорогие мои коллеги, пожалуйста, с душой отнеситесь к этому проекту. И дайте возможность детям узнать не только математику, физику и химию, но и ценностные ориентиры нашего государства. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. 50-летие совместной жизни отметила супружеская пара Морозовых в ЗАГСе. Региональная столица состояла исчезнование юбиляров. На торжественном мероприятии побывал и наш корреспондент Артур Мхце. К ЗАГСу Черкеска подъезжает украшенный автомобиль. Как и полвека назад, мужчина галантно подает руку своей спутнице. Пара отправляется в зал торжеств. Первыми заходят, разумеется, гости. Для них сегодня один из самых волнительных моментов. Свадьбу старших родственников большинство пришедших в зал торжеств людей ранее видели разве что на фотографиях. Счастливые лица, некоторые не в силах сдержать слезы радости. И вот Валерий Иванович и Ольга Николаевна Морозовы снова ответили на вопрос представителя ЗАГСа утвердительно. После чего оказались в кругу родных, поздравляющих их с золотой свадьбой. 50 лет в браке – это довольно-таки приличный срок. Вы знаете, я считаю, что такие семьи нужно ценить. Они очень должны быть уважаемые. И, может быть, не так для них, хотя им большое спасибо за такую верность, которую они принесли через годы. А для молодого поколения, подрастающего, которые должны учиться на примере этих семей, создавать свои семьи, учиться жить вместе, учиться понимать и учиться слышать и слушать друг друга. Под эту песню пара танцевала в день свадьбы 50 лет назад. И вот они снова слышат мелодию, которая возвращает к началу совместного пути. А чуть позже юбиляры поделились радостью от значимого события, гордостью за сохранение семейных ценностей и секретом счастливой жизни. Совет я могу один дать – только уважать друг друга, ценить, уступать. Ну, конечно, побольше женщине уступать, знаете, вот. Поэтому мне муж очень уступает, поэтому он еще живой, да. Так что и живет благополучно, да. Вот. А так все хорошо, пусть молодые терпят. А терпение сейчас при вашей жизни нужно очень сильное. Дай Бог терпения. Родным Ольге Николаевны и Валерия Ивановича есть с кого брать пример. Пройти долгий жизненный путь, сохранить взаимное уважение, внимание, друг другу, любовь. Способны только те, кто присутствие человека рядом действительно ценит. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Региональный фестиваль «Мода-фест» прошел в Карачаево-Черкесии. Участие в фестивале моды приняли моделеры, дизайнеры современной, этнической, спортивной, креативной детской одежды, дизайнеры аксессуаров, украшений и рукоделия, детские магазины. Всех участников фестиваля наградили дипломами Союза дизайнеров. Юным моделям вручили дипломы и подарки. Сегодня очень хороший праздник, состоялся в нашей республике, потому что это уже первый региональный большой конкурс, который проводится сегодня в нашем, ну, так сказать, центре республики. Обычно мы проводим международные, мы проводим, в России, но такой общий большой конкурс для дизайнеров, которые сегодня приглашают участие. Это первый шаг в следующую категорию дизайнеров. И я сегодня представляю председателя жюри. Вот я, конечно, хочу сказать, я уже посмотрела. Очень хорошая коллекция, очень хорошие дизайнеры вот здесь. Поэтому я думаю, будет прекрасно, у нас очень хороший конкурс. А далее смотрите программу «Сила права» с Беллэ Джизайна. Спасибо.